Знаменитую Yellow Submarine на украинский манер зал охотно подхватывает. Концертную программу второго дня фестиваля битломании в Запорожье открывает заслуженный деятель искусств Украины Сергей Лозо. Как и для многих здесь, Битлз для него это не просто музыка. Это явище, явище даже для радянского, ну пост-радянского периода, это то, что вообще изменило эту страну, я считаю. Один из очень серьезных факторов, потому что мое поколение, которое выросло на Битлз, мы практически поняли, что есть совсем другой свет, чем тот, в котором мы жили. Помимо музыкального подарка Сергей Лозо привез на фестиваль также свои книги. Одна из них под названием «Мы так любили Битлз» в 2012 году вошла в 20-ку лучших книг по версии редакции BBC Украина. Тут же есть повесть про музыкантов, тут же есть эсей про Битлз, тут же есть эсей про приезд Пола Маккартни в Киев, тут есть роздумы про Битлз, тут много чего есть. Ну и, в конце концов, есть пьеса, которая имеет название «Мы так любили Битлз», которая и дала название этой книги. Главные хиты Ливерпульской четверки в этот вечер исполнили также участники группы «Битлз». Коллектив был создан в 2010 году участниками львовского фан-клуба «Битлз». Яркие образы, слаженная игра, хороший вокал вместе с битловской музыкой дали зрителям новый заряд энергии. Вскоре музыканты передали эстафету «Гурманам-блюзам». Именно так называется харьковский коллектив, который собрал профессиональных блюзменов страны. Глядя на музыкантов, понимаешь, у каждого из них свой индивидуальный стиль, но все они выросли на песнях «Битлз». На запорожской сцене они позволили себе музыкальный эксперимент. Я когда узнал, что будет здесь «Битломания», я просто первый, что сказал, что мы хотим играть, и поэтому мы здесь. Хотя, конечно, мы «Битлз» не играли с этим составом. Мы, конечно, играли в блюз и специально для этого фестиваля подготовили программу, сделали какие-то песни, но опять-таки в блюзовом видении. Такой была концертная программа второго дня запорожского фестиваля «Битломания», который проходит при поддержке комбината «Запорожсталь». Благодаря участию в конкурсе «Мы – это город» проект получил грант на сумму 100 тысяч гривен. Мария Маракилян, Руслан Шевченко, ТВ5.